Всем привет! В эфире Универа Ньюз, а в студии Дарья Курмышкина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Казанский федеральный университет в предметном рейтинге образования Times High Education вошел в топ-100 университетов мира, заняв 94 место, что на 26 позиций выше показателей прошлого года. А теперь к другим новостям. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06, который отличается высокой безопасностью. Подробности далее. Ученые Казанского федерального университета разработали инновационный противоэпилептический препарат КФУ-06, который отличается высокой безопасностью, так как количество побочных эффектов и токсичность существенно ниже своих аналогов. КФУ-06 – это инновационный противоэпилептический препарат, который отличается высокой безопасностью. В нами он создан в виде таблеток для приема внутрь. Из преимуществ этого препарата стоит подчеркнуть его высокой активностью, которая не уступает современным аналогам. История разработки КФУ-06 началась в 2007 году. Изначально этот препарат был не противоэпилептический, а ноотропный, который помогает улучшить внимание и концентрацию. Все начиналось с того, что в наших лабораториях мы планировали разработать аналог уже существующего ноотропного препарата перетенола. Ноотропные препараты – это класс препаратов, которые улучшают когнитивные свойства и работоспособность головного мозга. Перетенол – это препарат, который сейчас продается и в России, и в Европе, его можно найти в аптеках. Он является как и КФУ-06, так же производным витамином В6 – передоксина. В ходе исследований выяснилось, что синтезируемое вещество имеет не только ноотропные свойства, но и противосудорожные. В ходе исследований ноотропных свойств синтезированного нами вещества нашими коллегами с кафедры физиологии человека и животных было обнаружено также его противосудорожные свойства. Но когда мы наработали существенную партию для полноценных исследований, мы провели глубокую очистку препарата, и выяснилось, что без примесей это вещество перестает работать как противосудорожное. И вывод был только один, что с противосудорожным эффектом обладает какая-то примесь. И начались поиски этой примеси. Они длились около года, в результате чего было найдено вещество, которое и стало препаратом КФУ-06. Разрабатывая КФУ-06, ученые тестировали лекарственные средства в пробирках, а также проводились доклинические исследования на животных. Противосудорожные эффекты препарата исследовались как на инвитромоделях, то есть это буквально в пробирке, на различных ферментах, на различных срезах тканей. Вот так исследовались на животных, то есть уже непосредственно на мышах и крысах. У них либо электрошоком, либо химически вызывались судороги. И исследовалось, насколько наш препарат защищает от наступления судорог. Препарат КФУ-06 получил признание российских и международных экспертов, став финалистом престижных национальных конкурсов. Ильвира Зорина, Фарид Захитаглы, Универньюз. В IT-лицее Казанского Федерального Университета прошла серия бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике. Более подробно смотрите далее. В IT-лицее Казанского Федерального Университета прошла серия бесплатных мастер-классов, посвященных программированию, информатике и робототехнике от компаний LEGO Education и ICL Techno. Мероприятие собрало педагогов, детей и родителей со всего Татарстана и соседних регионов. Здесь мы с нашим партнером, одним из наших дистрибьюторов, компания ICL, это казанская компания, организуем дни программирования с LEGO Education. Это большое двухдневное мероприятие, состоящее из ряда мастер-классов для педагогов, так и для не специалистов образования, то есть для родителей с детьми, которые показывают эти мастер-классы, то, как можно применять наши практикориентированные решения, прежде всего роботехнические решения, но и в том числе дошкольные, для закрепления, формирования ключевых, критически важных навыков 21 века в рамках, тем не менее, соответствия требованиям Федеральных государственных стандартов Российской Федерации и тех задач, которые стоят перед педагогами в настоящий момент. В ходе мастер-классов педагоги дошкольного, начального и основного школьного образования познакомились с концепцией стим-обучения, узнали о том, как использовать робототехнику на уроках технологии и информатики, лично протестировали новейшие робототехнические решения LEGO Education. Я был на различных мастер-классах, которые представили мне LEGO-компания, и на этих мастер-классах рассказывали разные аспекты, которые нужны будущему поколению. Получается, там были различные мастер-классы на тему новых как раз-таки конструкторов, которые они изобрели и которые помогут ученикам двигаться дальше. Дошкалятые школьники вместе с родителями смогли окунуться в увлекательный мир программирования роботов и профессий будущего. Мастер-класс я решил посетить, поскольку я хочу узнать больше нового, как дальше программировать. Новый конструктор увидел. Меня заинтересовало именно это создание LEGO, всякие роботы, и в дальнейшем я хочу усовершенствовать эти роботы. После прохождения мастер-класса в педагоги получили сертификат у участников мероприятия, а дети – замечательные сувениры. Лилия Талипова, Виолетта Басова, Универ-Ньюс. В Елабужском институте Казанского федерального университета прошел форум в рамках сотрудничества лаборатории ЭКОДОС и Университета талантов. Старшеклассников Татарстана собрала вместе школа каворкинг по профилю биологии в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». Более подробно смотрите далее. Более 30 старшеклассников Татарстана объединила школа каворкинг по профилю биологии в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». Для ребят были подготовлены тренинги, игры, практикум по биологии и медицине. Форум проходил в рамках сотрудничества лаборатории ЭКОДОС Елабужского института КФУ и Университета талантов. Это социальная личностная компетенция, которая нужна детям в жизни в любом возрасте. Поэтому в этой профильной школе мы уже сотрудничаем не первый год, потому что организаторы данной школы понимают, что hard skills, профессиональные компетенции невозможны в реализации без soft skills. Задача проекта – ориентация молодежи в профессиях, которые будут востребованы через десятки лет. Участники смены посещали профильные занятия, искали пути решения экологических и социальных проблем. Помимо учебного процесса ребята общались друг с другом, участвовали в мероприятиях смены. Приезжали педагоги, и мы изучали черепа и зубы человека, и мелькопитающих. Отметим, работа осенней школы продолжалась на протяжении недели. Дарья Курмышкина, Сирена Иванова, Ислам Хамитов, Универньюс. Илон Маск представил миру свой проект «Старлинк», с помощью которого он обеспечит полное покрытие интернетом всей поверхности Земли. Подробности – далее. Совсем недавно Илон Маск представил новый проект «Старлинк», с помощью которого интернет будет работать в любых уголках планеты и может стать хорошим решением для проблемы цифрового разрыва. «Старлинк» – интернет программ – это очень интересный и очень важный проект, который в основном направлен в выполнение интернет-сателлитов. Интернет-сателлитов – это технология, которая уже находится в месте, в скором времени вместо кабельного интернета все будут использовать спутниковый. Правда ли это? И станет ли он бесплатным для его пользователей? Российские власти всерьез обеспокоятся. Дана Орлова, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова